Берег реки Берть. Пять минут ходьбы от вокзала. Утро. Подходят любители посидеть за удочкой. Александр Манеев один из первых. Прежде чем пройти на лед, поработать буром, берет в руки лопату. В общем, везде к воде не подойти. Начиная с дома отдыха. Дюны еще это самое. Вот участочек есть. На лед выйдешь. Несколько минут подготовки, потом шаткий мостик, штурм крутой стены. Там ступеньки нет, а поосторожнее. Раньше на берег проходили спокойно. Сейчас стройка, заборы и каменный колодец прямо на пути. Колоннами люди идут сюда. Ну, был такой случай, что один упал и ногу сломал. Ну, я не знаю, мы город гостеприимный. Электричка приходит полная рыбаков. Но, наверное, мы должны не терять лицо. Виктор живет в Бердске с 1958 года. Говорит, все берега застроены. Город практически на полуострове, а пройти к воде нельзя. Есть одно место, это Дюны, пляж. Там еще более-менее спокойно можно выйти на лед. Все, больше мест у нас таких нет. Вот и наш оператор не стал спускаться к воде, не рискнул. Побоялся разбить камеру. Снимаем на мобильный телефон. Вот идут они по этой вот тропинке. Вот так вот. Говорят, раньше здесь били ключи с чистой водой. Сейчас вот ручеек стекает вот такая вот жижа. Недвусмысленного цвета. Даже так внешне видно, что это. По ощущениям градусов 10-15 мороза. Но запах здесь неприятный. Все равно ощущаются. Поднимаются. Люди спускаются сюда. По вот этой вот лестнице. И вот по этой лестнице. Потом по вот этому шаткому мостику. Здесь действительно, если бы у меня были заняты руки, приходилось бы буквально хвататься за воздух. Хорошо, что хоть рыболовы перед тем, как пойти на лед, прорубили здесь ступеньки. Вот такой вот отдых прям рядом с домами превращается в экстремальный туризм.